Наконец-то это совершилось, ко мне в руки попал пресейл, образец камеры Sony A7C. Блин, она реально малютка и сегодня мы ее затестируем, я прямо сейчас только ее взял, мчу снимать фотостудию. Посмотрим, что у нас из этого выйдет, но я уже весь в предвкушении. Привет, ребят. Это Анжелика, крутая фитнес-тату-модель и плюс у нее личный бренд одежды, которую она выпускает. Сегодня она будет помогать мне тестировать камеру Sony A7C. Но перед тем, как мы начнем фотографировать, я немного расскажу, что такого натворили Sony. Камеры они выпускают как из пулемета. Я реже себе одежду покупаю, чем они выкатывают все новые марки. И вашему обзору представляется новая ультракомпактная, как заверяют Sony, самая компактная фулл-фрейм камера в мире, но с матричной стабилизацией. Вообще, самая компактная фулл-фрейм камера в мире это Sigma FP. На нее, кстати, вы можете взглянуть обзор по всплывашке. Итак, что мы имеем? Sony взяли матрицу с идеальной, на мой взгляд, повседневной камеры для любителя Sony A7 Mark III и вставили ее в корпус 6000-й кроп-серии. Сделали поворотный дисплей, выпилили ненужный элемент управления, немного доработали следящий автофокус и вуаля, получилась такая славная малышка. Но если вдруг у тебя чешутся руки, написать в комментариях, что лучше бы взять Sony A7 Mark III, либо EOS R, либо, не дай бог, Nikon. Не пиши. Лучше напиши что-нибудь приятное, сделай комплимент Пикачу. Sony A7C камера не для всех. Понятное дело, у всех есть свои приоритеты и свои предпочтения. Профессионал, снимающий рекламу, к примеру, выберет Sony A7 R4, а репортажный фотограф Sony A9. Так вопрос, для кого эта камера? Для простых любителей? Да. Камера легкая, компактная, но при этом выдающая качество картинки и объем вполне на профессиональном уровне. Это камера для блогеров, ютуберов, таких как я, которые не хотят возюкаться с внешними дисплеями, с проводами. Внешние дисплеи нужно отдельно заряжать, провода эти постоянно путаются. Я хочу просто откинуть дисплей, нажать на кнопку и все. Эта камера также подойдет и для профессионалов в качестве второй камеры. Она не занимает абсолютно никакого места и найдет свое место в любом рюкзаке. Ты, конечно, можешь написать коммент, что лучше выбрать 5D Mark III и фигачить на него. Выбор остается, как всегда, за тобой. Но давайте смотреть на A7C. И первое, что бросается в глаза, элементов на фронтальной панели стало значительно меньше. Но по размеру они стали более тактильными и отзывчивыми. Sony значительно упростили конструкцию и выпилили большое количество клавиш. Здесь нету программных кнопок C1, C2, C3. На мой взгляд, это очень крутое решение. Лично для меня, опять же, я знаю то, что все, кто перешли с Nikon, на Nikon все функциональные кнопки раскиданы так, что не зная этого, ты не найдешь там нужную себе кнопку. Кстати, на своей камере Sony A7R III функциональными кнопками я не пользуюсь совсем. Поэтому держать эту камеру в руках мне стало намного более удобно. Хват здесь маленький, но вполне удобный. Мизинец, конечно же, проваливается полностью. По сути дела, камеру я сейчас держу тремя пальцами. Это безымянный, средний и большой. Указательный палец падает на кнопку спуска затвора, а мизинец как бы поддерживает камеру снизу. Основной вес оборудования, фотоаппарат плюс объектив, ложится на мою левую руку. То есть я весь комплект кладу на левую руку. И таким образом происходит съемка. И в таком виде я могу и повернуть дисплей, откинуть его. То в любом случае мне будет удобно визировать картинку и управлять этим комплектом. Также Sony убрали фронтальный элемент управления. Он остался один под большим пальцем. Но опять же, его вполне достаточно. Если вы снимаете в ручном режиме, как правило, я снимаю всегда на открытую диафрагму. С помощью нижнего колеса я полностью диафрагму открываю. А уже выдержку, крайний параметр, который является максимально широким с точки зрения стопов экспозиции, я выставляю с помощью большого пальца. На левом торце камеры у нас расположились порты. Здесь у нас всего лишь один слот, но под UHS два карты памяти. Одной карточки на самом деле вполне достаточно. Опять же, я снимаю на Sony A7R III, параллельно записываю на одну карту RAVK, а на другую карту JPEG. Так чисто на всякий случай в качестве бэкапа. Также здесь есть три порта под наушники, Type-C и microUSB. Аккумулятор на Sony вполне радует. NPZ F100, классический из современных Sony. Его хватит на несколько полноценных фотосессий. И зарядить его в случае чего можно будет через обычный пауэрбэнк. Кнопка записи видео перебралась наверх и стала побольше. Прям как на серии ZV-1, что мега круто для съемки влогов. Компактный размер – это прелесть. Прям хочется гладить эту камеру пальчиком. Вот так вот, вот так вот. Посмотрите, как гармонично Sony A7C смотрится с новой Sigma 85mm f1.4 Art. Идеальный комплект для портретной съемки. Все два часа я снимал Анжелику исключительно по дисплею. Кто-то говорит, что экран дно. Да, в нем разрешение меньше, чем в той же R-ке. Но, ребят, зажрались. Разрешение здесь столько, что разницу я видел только в непосредственном сравнении, когда держал два дисплея рядом друг с другом. В процессе съемки ты увлекаешься процессом настолько, что видишь только необходимую тебе информацию. Сейчас все, наверное, пилоты дронов FPV в очках такие стоят с разрешением 640 на 480 точек. И такие, ну да, ну да, пошли мы нахер. Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает. Кидной дисплей на Sony SMC вполне рабочий, чего я не могу сказать о видоискателе. Он реально дно. Я вообще не понимаю, зачем Sony решили интегрировать его сюда. Пользоваться им практически невозможно, когда мы пользуемся видоискателем. К примеру, если солнечный день, солнце светит нам в глаза, мы не можем визировать картинку по внешнему дисплею, и мы прибегаем к визированию через видоискатель. Но дело в том, что резиночка этого видоискателя здесь настолько маленькая, и настолько маленький этот видоискатель, что смотреть сквозь него практически нереально. Когда вы тыкаете камеру в глазу, во-первых, она тыкается в сам глаз, вы даже не можете упереть в надбровную дугу, и использовать этот видоискатель то еще удовольствие. Кстати, напишите в комментарии, пользуетесь ли вы вообще видоискателями, потому что я уже года три, наверное, снимаю чисто от живота по внешнему откидному дисплею. Касаемо откидного дисплея. Сначала я скептично отнесся к его применению в портретной фотографии. Но, блин, первая съемка, и я настолько яростно им пользовался, крутил-вертел даже не задумываясь об этом. Поворотный дисплей позволяет вам позиционировать камеру где и как угодно, при этом не исполняя элементы из йоги, как я это делал с той же самой Sony A7R III. Можно поднять камеру на вытянутых руках вообще над головой и снимать сверху вниз крутейшие портреты без вспомогательного оборудования. Небольшой лайфхак. Управлять такой маленькой камерой можно, используя нестандартный хват. Каждый раз, как я опускаю камеру до уровня пуза, на кнопку спуска затвора я уже нажимаю не указательным пальцем, а большим. Таким образом я зажимаю камеру правой рукой уже тремя пальцами спереди и ладонью сзади, что повышает ее устойчивость, да и кисть не нужно выгибать в таком случае. По качеству картинки все по классике, как я люблю. Чистый цвет, широченный динамический диапазон, который тянется во все стороны, обрабатывается на ура. Вот сырые кадры, а тут я накинул свой пресет бар, а вот тут уже заретачил в фотошопе. От Sony A7R III не отличить. Быстренько расскажу, что умеет камера. Здесь есть следящий автофокус по глазам, 24-мегапиксельная матрица с обратной подсветкой и широким ISO от 50 до 204 800, и матричной пятиосевой стабилизацией на 5 стопов. Динамический диапазон у камеры 15 ступеней. Sony A7C может делать 10 кадров в секунду, достаточно быстро. При этом в буфер она будет писать 115 кадров. И все это реализуется благодаря процессору Bains X, как в камерах Sony A7R IV и A9 Mark II. В фокусировке, кстати, участвуют 693 фазовых датчиков, которые покрывают 93% матрицы. Касаемо видео пишет она 4К, в 30 фпс, конечно, немного, но для любительской съемки вполне достаточно. Да, кстати, еще для любителей колыр-грейдить туда запихали HLG, S-Log2 и S-Log3. Также внутри есть 5 ГГц, попробуйте это сами повторить, Wi-Fi, с помощью которого вы можете быстренько передавать фоточки, которые делаете, сразу напрямую с камеры на сотовый телефон и постить их в Инстаграм, лично чем я и занимался. Я уже снимаю на Sony 3 года, и каждый раз, как я беру новую камеру, в руки испытываю некий дискомфорт адаптации к новой системе. Но не в случае A7C. Вся фотосессия прошла на одном дыхании, и по ощущениям я все так же снимал на Sony A7R III, но при этом было намного легче во всех планах. И меньше нагрузки, и новые ракурсы, недоступные до этого. А в современных реалиях, снимая 99% контента для Инстаграм, а видео для Утуба, камера говорит, бро, я идеальный вариант. Да, согласен, для прожаренных профессионалов эта камера не подойдет как основная, но как запасная, вспомогательная, готовая всегда подстраховать, и при этом она, блин, занимает ну минимум места у вас в рюкзаке, которую можно использовать как камеру для бэкстейджей в своих съемках, например, она точно найдет местечко у вас в сердечке. У меня нашла. Ну и даже если вы любитель, у вас нету своего фуллфрейма, но вы любите фотографировать в путешествиях, либо свою семью, я могу порекомендовать вам эту камеру. За ее малый размер, компактный вес, простое управление и очень крутое качество фотографий. Убедитесь, кстати, в этом можете сами. Я прикрепил несколько раф-файлов с этого сэмпла, обязательно подпишитесь на меня в Инстаграм, на этот канал, поставьте лайк, мне будет приятно, и до новых встреч, пока!